Добрый вечер. Вы помните, что весной 1987 года в Москве, в Таллине, в Ленинграде состоялись концерты американского джаз-квартета под управлением Део Грубака. Сейчас уже только самым дремучим людям нужно доказывать, что джаз стал важной и драгоценной составной частью мировой музыкальной культуры, в том числе и советской, и что это необратимо. Для нас сегодня важным является не то, что джаз родился в Америке, а то, что это музыкальное и импровизационное искусство, это искусство музыкального общения, это живая музыкальная речь. Конечно, в джазе необычайно возрос объем композиторских идей, но джаз все так же основан на игре по слуху и на слухе, на нашем музыкальном восприятии, основанном и восприятии джаза. Джаз – музыка предельно честная и искренняя, ведь настоящий джазмен, если он мастер, играет на инструменте и глядит не в ноты, а нам в глаза. И выражает свое сиюминутное и вчерашнее настроение. Он говорит от своего имени, через свой инструмент, а не выполняет чье-то поручение. Джаз – музыка необычайно живая, не застывшая. Завтра в том же составе, при исполнении той же пьесы, будет совсем другая игра, совсем другая музыка. И джаз – искусство, на мой взгляд, необычайно гуманистическое, потому что в центре его человек, музыкант-творец. В джазе на протяжении его истории соединились музыкальные традиции многих народов Земли, многих рас. И в этом необычайная универсальность джаза. На палитре джаза музыканта сегодня все – музыкальные краски мира. Именно поэтому, наверное, джазу так необходимы международные контакты. И сейчас можно вспомнить, что еще в 1926 году, всего лишь три с половиной года после того, как слово «джаз» было впервые напечатано по-русски, тогдашнее концертное бюро «Росфил» устроило гастроли в нашей стране сразу двух американских джаз-бандов. Сикстета Фрэнка Уитерса, в котором играл легендарный саксофонист Сиднис Бишер, и оркестра Сэма Вудинга, партитуры которому писал юный, никому еще не ведомый в то время, аранжировщик по имени Дюк Эллингтон. Но, к большому сожалению, последующие контакты с американским джазом, который дал с самого начала очень сильный импульс новорожденному советскому джазу, развивающемуся советскому джазовому искусству, они ослабли, потом совсем прекратились и возобновились только в 60-е годы. Думается, что неумные гонения на музыку толстых отчасти являются причиной падения, сегодняшнего падения музыкальных вкусов. Мы расплачиваемся за это сейчас. А вот уже на нашей памяти встречи с американскими джазовыми музыкантами, а к нам приезжали многие выдающиеся музыканты, стали значительным, большим событием в культурной жизни и, конечно, запомнились нашим джазовым музыкантам вообще любителям музыки. Встречи с оркестрами Бенни Гудмана и Дюка Эллингтона, Теда Джонса и Мелла Льюиса, встречи с такими музыкантами, как Чарльз Ллойд и Кит Джаред, Чик Корио и Гэри Бертон, и, наконец, Дэйв Брубек и Пэт Мэттини, все это были очень важными вехами в биографии и нашего советского джаза. Я думаю, что сегодня мы стоим на пороге продолжения джазового диалога с Америкой, но уже на новой ступени. Сегодня американцы аплодируют советскому джазу, а мы рады новым приездам в нашу страну американских джазменов. Дэйв Брубек занимает выдающееся место в истории джаза. Его имя зашло яркой звездой на рубеже 40-х и 50-х годов. Это была эпоха виртуозов, инноваторов Чарли Паркера, Дизи Гелеспи, эпоха модерн-джаза. Правда, тогда еще джаз оставался музыкой далеко не концертных заведений и не мог еще вырваться из тесных и уготованных ему рамок. Квартет Дэйв Брубека стал первым ансамблем современного джаза чисто концертного характера. Брубекс смело взорвал ритмические стереотипы джаза, ввел пятидольные, девятидольные, семидольные метры, заставил их сфинговать. Он широко пользовался полифонией, полиритмией, политональностью, стал использовать модальные, ладовые принципы организации соло и тем самым навел широкие мосты к музыкальным культурам Европы и Азии, в том числе и к музыке славянских народов. Думается, что эксперименты Дэйва Брубека лет на десять опередили время, и в свое время он не был оценен по достоинству. Хотя теперь мы знаем, что пластинки Дэйва Брубека были в коллекции таких музыкантов, как Джон Калтрейн, Сесил Дейлор, Чарли Мингус, Ки Дори и многих других выдающихся джазменов. И, конечно же, Дэйва Брубека приветствовала, и он был кумиром молодежи и студенчества в свое время. Его квартет, в котором играли сказанист Пол Дезмонд, контрапассист Джен Райт, барманщик Джо Морелло, зашел на все мыслимые вершины джазовой славы в течение 18 лет. И после того, как он прекратил свое существование, его лидер поселился на природе и занялся композиторским творчеством. Тогда из-под его опера вышло немало величественных ораторий с такими названиями, как «Свет в пустыне», «Врата справедливости», «Мир у мир». Этот удивительный музыкант, который в 4 года сел за рояль, в 13 уже играл в джаз-ансамбле, а в 20 поступил в класс выдающегося композитора Дариуса Мьё. Где-то и выяснилось, что он не умеет читать ноты, играет все по слуху. Этот музыкант ныне сам профессор, имеющий многих учеников, ведущий занятия в университетах, почетный доктор, получивший множество наград. Этот музыкант не может жить без живого общения с аудиторией, без живого контакта с публикой. И вот в начале 80-х годов он собрал новый свой квартет и отправился с ним в большое турне по свету, которое включило и гастроли в нашей стране. В этом новом квартете на барабанах играет молодой английский барабанщик Рэнди Джонс, в прошлом игравший в рок-группах. Музыкант необычайно чуткий в аккомпанементе и очень напористый в соло. На контрабасе, вернее, на бас-гитаре и на бас-тромбоне играет сын Део Брубека, Крис Брубек, 35-летний музыкант, который уже известен и как композитор, и как пианист, и как руководитель своего ансамбля. вместе они составляют очень хорошую ритм-секцию. И, наконец, в качестве солирующего инструмента, духового инструмента, впервые в ансамбле Део Брубека выступает кларнет. Кларнетистом в ансамбле является старый друг Део Брубека, его приятель по парте, еще в классе Дариуса Мьо, Билл Смит. Кстати говоря, Уильям Смит, это именно он, известный американский композитор, автор электронных произведений, экспериментального характера для электронной музыки. Билл Смит в квартете Део Брубека также умеренно весьма пользуется электронными устройствами. Мне выпала честь и привилегия представлять квартет Део Брубека слушателем в государственном концертном зале в Москве. И общаться с этими музыкантами для меня было огромным наслаждением. Део Брубека интересует все, это музыкант необычайно пытливый человек, очень интересный, многогранный. Его интересуют и судьбы джаза, и судьбы мира в сегодняшних сложных условиях. Он большой охотой играл с нашими музыкантами, и все музыканты его квартета в джаз-клубах Таллина и Ленинграда, в Доме композиторов в Москве, и музыканты вынесли очень высокое мнение о наших джазовых музыкантах. Концерт, который вы сегодня увидите, состоялся в Государственном Центральном концертном зале 30 марта 1987 года. И по свидетельству и музыкантов квартета, и их менеджера, дирижера, и композитора Рассела Глойда, это был лучший концерт за все время существования этого ансамбля. В первом делении вы услышите композиции Дэйва Брубека. Вы услышите сравнительно новую композицию, которую Дэйв Брубека назвал «Фестиваль». После этого прозвучит пьеса, которая навеяна впечатлениями о Японии. Она называется «Песнь Кото». Кото — японский национальный музыкальный инструмент. Затем прозвучит пьеса «Тритон», в которой также использована полиритмия. И в завершении первого деления прозвучит композиция, основанная на очень древней, почти библейской теме, которую Дэйв Брубек назвал «Марш панге лингва». Итак, слушаем и смотрим квартет Дэйва Брубека. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Начинаем второе отделение концерта джазового квартета Дэйва Брубека, Соединённые Штаты Америки. Квартет Дэйва Брубека. Рэнди Джонс! Барабаны. Крис Брубек Бас-гитара и тромбон Билл Смит Кларнет И Дэйв Брубек Фортепиано Квартет Дэва Брубека начинает второе деление С пьесы Первое исполнение Которое состоялось вчера В этом зале Она называется Give me a hit Дэйв Брубек Дэйв Брубек Дэйв Брубек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Играет музыка 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 Играет музыка